В этом выпуске Повышенная цена на внутренних биржах Южной Кореи стала привычной для рынка. Так, во время пиковой отметки цены биткоина в декабре прошлого года корейцы торговали активом за 25 и более тысяч долларов. А в начале января криптодилер сообщал, что CoinMarketCap даже исключала данные южнокорейских площадок из своего рейтинга. С той порызом предкомиссии по финансовым услугам Южной Кореи Ким Йонг Биом сообщал о вмешательстве правительства и значительном сокращении надбавки на стоимость. Однако на битхам ситуация лишь усугубилась. Месяц назад криптодилер сообщал, как в результате хакерской атаки с ее кошельков было похищено около 30 миллионов долларов в криптовалюте. После этого битхам закрыла ввод и вывод активов. Такое положение дел сохранилось и поныне. Из-за этого возможности продавцов оказались недостаточными, чтобы удовлетворить спрос покупателей. Классический пример рыночной модели. Недостаточное предложение при высоком спросе привело к увеличению цен активов. Для криптовалют вроде ЭТОС проблема стала особенно очевидной. Их цены начали отклоняться почти на 600% от межбиржевых данных, собираемых порталом CoinMarketCap. Pantera Capital. Стоимость биткоина достигнет 67,5 тысяч долларов к концу 2019 года. Очередной прогноз озвучил крупный инвестор из Сан-Франциско. Компания призналась, что за прошедшие 5 лет ее фонд приумножил около 10 тысяч процентов от вложенных средств. Инвестор также сообщил, что ожидает роста первой криптовалюты до 67,5 тысяч долларов к концу следующего года. Эти слова подтвердил биткоинист. Pantera Capital была основана в 2013 году. Ныне фонд имеет более 700 миллионов долларов в активах под управлением через два венчурных и четыре криптовалютных фонда. Компания обнародовала данные о пятилетней прибыли в честь празднования юбилея. Также Pantera опубликовала два электронных письма, отправленных главой компании Дэном Морхидом в 2013 году. Тогда биткоин стоил чуть больше сотни долларов. Вот фрагмент одного из писем. «Вчера я обсуждал криптовалюту с инвестором, и он ответил несколько пренебрежительно, мол, это похоже на покупку золота. Нет, это похоже на покупку золота в тысячном году до нашей эры. 99% финансового богатства еще не пришло к биткоин. Когда он достигнет своих высот, то будет стоить около 5000 долларов», – писал Дэн Морхид. Представители Pantera Capital считают, прогнозируемая цена с использованием исторической линии тренда составила бы 21 тысячу долларов в конце 2018 года и 67,5 тысяч долларов в конце 2019 года. Разработчики Ethereum предложили снизить награду за блок на две трети. Это стало одним из четырех противоречивых предложений, высказанных на 43-й сессии Ethereum Core Devs Meeting. Она состоялась в минувшую пятницу. Четыре предложения касались изменения награды за блок в грядущем форке. Первая идея предлагает понизить вознаграждение за блок с трех до одного ETH, оставив текущий уровень сложности. К слову, на 40-й сессии Ethereum Foundation разработчики высказывали менее радикальное предложение – снизить награду с трех до двух ETH. Идея может оставить майнеров без привычных наград, спровоцировать отток мощности и замедлить сеть. Но таким образом разработчики намерены бороться с усложнением блокчейна второй криптовалюты. Вторая идея повторяет прошлые сессии – снизить награду с трех до двух ETH и восстановить сложность сети на уровне прошлого года. Так вознаграждение упадет, но блоки будут добываться чаще. Третья идея – не понизить, а повысить награду с трех до пяти монет и также восстановить прошлогоднюю сложность сети. Наконец, четвертая идея – вообще убрать уровень сложности, чтобы не возиться с ним каждый год и оставить награду прежней. Фактически, остановить возрастание сложности сети. Создай свою криптобиржу с OKEX – 10 принципов работы программы открытого партнерства. 12 июня криптодилер сообщал о новом режиме поддержки активов на площадке. О нем рассказывала Юлия Плавник из команды IBCG, официальный амбассадор OKEX в России. В этом сюжете мы рассмотрим 10 наиболее частых вопросов для понимания новой программы открытого партнерства. Программа рассчитана на тех, кто намерен создать собственный обменник по технологии OKEX. Набор решений для реализации задуманного проходит по программе OKPartners – единого свода правил и компаний, выраженных в собственной технологии и торговой марке. Открытое партнерство Digital Asset Exchange – часть глобального плана расширения экосистемы цифровых активов. Первоочередная задача – набор партии из 100 партнеров по всему миру, которые разделят блокчейн, архитектуру и технологию для создания собственных активов и биржевых брендов. OKEX обеспечат партнерам всю техническую инфраструктуру и поддержку для создания полноценной многоязычной торговой площадки. Все OK-партнеры самостоятельно выберут токены для листинга. OKEX также дает карт-бланш над управлением и развитием площадки. Это не франшиза с обязательными требованиями к маркетингу и менеджменту. Биржа затребует данные для научно-исследовательской работы и техподдержки. В остальном у OK-партнеров развязаны руки. Также все торговые ордера от партнеров будут обрабатываться в единой системе согласования ордеров. Заявки OKEX и партнеров могут быть проданы в одном месте. Так партнеры и их клиенты получат доступ к огромной ликвидности и торговому опыту топовой криптобиржи. Узнайте подробности на киевской встрече OKEX сообществом. Ссылки на регистрацию в описании выпуска. Индонезийская криптобиржа Indodex добавила NEM в паре с местной рупией. Листинг монеты состоялся в прошлую среду. Вместе с ней площадка добавила BitShares, Dogecoin и Dash. Об этом рассказал блок биржи. Напомним, ранее этим летом Bitfax добавил NEM в паре с биткоином. Затем вместе с REMA и CARBO монету добавила площадка KUNA. А на прошлой неделе XEM стала третьей цифровой валютой среди фиатных в кошельке и торговом приложении Dinary Cash.